Неделя спорта По лыжным гонкам, которые официально И закрыли программу спартакиады Кто из спортсменов сумел сделать себе Подарок к закрытию и какая команда Благодаря своим действиям смогла поправить Своё положение в турнирной таблице Узнавал наш корреспондент Денис Давыдов Пока в Кухвицине проходит чемпионат мира по биатлону У нас в Казани лыжными гонками завершается Спартакиада здоровья Конечно, в отличие от биатлона у нас никто никого на финише не толкает Из педестала демонстративно не уходит Но от этого борьба между преподавателями Казанского федерального университета Выглядит не менее напряженной 12 февраля состоялся последний этап Спартакиада здоровья На этот раз профессоры, преподаватели и сотрудники КФУ Выявляли сильнейшего на лыжной трассе парка Горького На старт вышло 53 участника Из 13 различных организаций В общекомандном зачёте первое место заняла Команды кафедры физического воспитания Второе место – Набережная Челнинский институт А тройку призёров замкнул институт механики и математики В личном зачёте среди мужчин Лучшее время показал Илья Сисханов Из Набережной Челнинского института Пробежав двухкилометровую дистанцию за 5 минут и 19 секунд Среди женщин первой стала Зульфира Запарова Из Института экономики и управления финансов Один километр трассы ей удалось пройти За 3 минуты и 54 секунды На финише можно было видеть улыбки Участников лыжного забега Во-первых, они получили удовольствие от гонки А во-вторых, спортивные соревнования Наконец подошли к концу И теперь можно полностью сосредоточиться на учебном процессе Впечатление отличное Отличная погода Очень хороший круг выступающих Все свои, университетские Поэтому, как одна семья Вышли все вместе, прокатились Почувствовали некоторое соперничество Некое давление на лыжне Это адреналин придает в любом возрасте Так что, очень всё хорошо Ну что ж, мы продолжаем нашу программу Сегодня гость у меня в студии Это начальник отдела организации Физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Ливанов Алексей, добрый день Добрый день Большое спасибо, что пришли Поздравляю вас с успешным проведением спартакиады Хотелось бы узнать вашу оценку По поводу её проведения Я считаю, в этом году спартакиада Нам удалась на отлично Принял участие большое количество Сотрудников нашего университета Профессор и преподавательский состав В данной спартакиаде Приняли участие более 500 человек 20 команд В том числе и две команды Набережная Челнинский институт КФО И Елабужский институт КФО Последний вид спартакиада у нас был Лыжные гонки Я считаю, очень красочно Красиво Со спортивным интересом мы завершили Повезло нам с погодой Поэтому каждый участник, который пришёл на этот вид Был доволен Ему понравилось принять участие Именно в этом виде Большое спасибо нашему руководству За поддержку данного проекта Я думаю, в следующем году у нас количество участников прибавится Ну мы тоже на это надеемся Сейчас давайте взглянем на командный зачёт По итогам всех видов спорта На первом месте у нас также остался Общая университетская кафедра физического воспитания и спорта На втором месте набережный Челнинский институт КФУ На третьем институт математики и механики Имени Лобачевского Тройка у нас не изменилась Но вот на четвёртое место смог выбраться Институт физики Пятый юридический факультет Шестой Тилиц КФУ Седьмое место департамент по молодёжной политике Студенческий городок И восьмёрку лучших закрывает ИОФ Теперь, что дальше? Когда мы вновь сможем увидеть преподавателей на спортивных аренах? Ну, спорта киада преподавателей у нас закончилась Я думаю, следующим видом В апреле стоит традиционный турнир Среди ветеранов Который у нас в апреле проходит Традиционно в Униксе Далее, я думаю, преподаватели уже примут участие только в осенней сессии В спортивных мероприятиях, которые запланированы Хорошо, ну что ж, будем ждать этих самых соревнований Напоминаю, друзья, у меня сегодня в студии был начальник отдела организации Физико-культурно-массовой и спортивной работы Департамент по молодёжной политике Казанского федерального университета Алексей Ливанов Большое спасибо, что к нам пришли И ещё раз поздравляю с успешным завершением данной спорта киады Спасибо Ну а мы едем дальше С Игорем и преподавателем мы на время заканчиваем Теперь на арену возвращаются студенты В этот понедельник состоялся полуфинал Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Казань На спортивную арену Казанского государственного архитектурно-строительного университета Вышли сборные команды Казанского федерального университета И Павловской академии физической культуры, спорта и туризма Была ли игра равна, или кто-то из команд сумел Заработать явные преимущества Узнаем в репортаже Марины Вахрушевой Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава завершилась Теперь в бой вступают жаждущие победы студенты Полуфинал Ассоциации студенческого баскетбола состоялся 13 февраля В спортивном зале Казанского государственного архитектурно-строительного университета На площадке встретились сборные команды КФУ И Павловской академии физической культуры, спорта и туризма В первой четверти игрокам КФУ удалось обыграть оппонента и вырваться вперед После первого промежутка игры со знаком «плюс» для Казанского федерального Вторая четверть выдалась со знаком «минус» От сборной академии спорта и туризма они отстали на 7 очков Складывалось впечатление, что вследствие длительного перерыва Спортсменам просто не хватило времени для подготовки В третьей четверти сборной команде академии спорта и туризма Окончательно удалось закрепиться на лидирующей позиции со счетом 44-60 Но несмотря на то, что игроки академии обыгрывали соперников с большим преимуществом Волнение и эмоции их главного тренера нельзя было не заметить, так как они не стихали Казалось, что она готова была сама выйти на площадку Но благодаря ее указаниям на допускаемые ошибки Спортсменам сборной академии спорта и туризма удалось увеличить разрыв И окончательная победа ушла именно в их копилку с итоговым счетом 61-84 Соперник был хорош, настроен был на игру, наверное, больше, чем мы Первая игра после Нового года Мало было тренировок, конечно, у нас не все приходили Надо было собираться и отточить мастерство, но мы это не сделали Скорее всего, соперник это сделал лучше, чем мы Теперь в финале по Воложской академии физической культуры, спорта и туризма Встретятся со сборной Казанского государственного энергетического университета За третье место встретятся сборные команды КФУ и КХТИ Марина Вахрушева, Неделя спорта Ну на этом баскетбол не заканчивается Сейчас я вам предлагаю посмотреть ближайшие матчи сборной КФУ А именно женской сборной КФУ 15 февраля в 19.00 наша сборная сыграет с КНИТУ КАИ 18 февраля КФУ будет играть с Казанским государственным энергоуниверситетом Не пропустите эти матчи, приходите болеть за сборную Казанского федерального университета То, что мы делаем сюжеты и показываем их для вас, а вы их смотрите, это очень хорошо Ну давайте заглянем в социальные сети и посмотрим, как живут мировые спортсмены Для этого у меня в студии появляется Артур Мухин Артур, тебе большой привет! Это наш обозреватель социальных сетей Ром, да, добрый день! Действительно, за прошлую неделю спортсмены опубликовали просто кучу всего интересного И мы сейчас постараемся посмотреть, что же там было самое вкусное Ну что ж, смотрим, узнаем, интересуемся и косплеим тех, кого мы сейчас покажем Можно так сделать, поехали! Вы когда-нибудь встречали видео, на котором не происходит ровным счетом ничего, но оно набирает миллионы просмотров? У нас есть как раз такое Команда по американскому футболу New England Patriots устроила в своем фейсбук-аккаунте 6-секундную трансляцию Во время которой один из игроков команды просто стоит на поле Информативности ноль, зато число просмотров перевалило за 3 миллиона Знающие люди скажут, да это же Том Броуди, лучший игрок финала Супербола Вот на него все и смотрят Для российского же обывателя это видео так и останется материалом из программы «Необъяснимо, но факт» Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию Едем дальше, и здесь у нас более привычный российскому глазу футбол Защитник Барселоны Рафини Алькантара показал, как сохранить позитивный настрой Даже если свой последний матч закончил с повязкой на голове Получив травму в матче с Атлетиком, Рафини опубликовал вот такое фото в своем инстаграме с подписью «Марвел, если вам нужен новый герой, то он почти готов» Оригинально? Нам так не кажется Бразилиц, видимо, забыл, что его коллеги-футболисты уже давно стоят на страже галактики Так, французский вратарь Жеремежано еще в 2004 году выходил на поле в костюме Чайка-паука А пару лет назад атакующий дойт Дортманской Баруси Абамиянко Ройс отпраздновали гол, примерив маски Бэтмена и Робина Не забывайте про Супер Марио и Халка И вообще, такими темпами вселенные Марвел и DC объединятся А футболисты-супергерои создадут свою команду Еще один испанский защитник Серхио Рамос решил попробовать себя в несколько ином виде спорта И отпубликовал видео в своем инстаграме, на котором он сбивает мяч сверху в баскетбольное кольцо Подпись под роликом гласит Готовлюсь к матчу всех звезд НБА А тебе слабо? Леброн Джеймс Лучший баскетболист 21 века ему не ответил, ну и вряд ли это было необходимо Но куда ты лезешь, Сережа? Твой дел – забивать голы в финале Лиги Чемпионов А баскетбол оставь профессионалом А вот в НБА уже устали от постоянных твиттерских войн между командами Лига напомнила клубам, что высмеивать соперников в социальных сетях запрещено Оригинальные других на это отреагировали Сакраметы Кингс, принимавшие в эти выходные Атланту Сегодня мы приветствуем наших лучших друзей из Хоукс Добро пожаловать в наш голланд-центр Написали они в своем твиттере перед началом матча Соперники шутку поняли и поддержали Спасибо, у вас здесь невероятная арена Ребята, просто великолепно Переписка, кстати, длилась еще долго Но нам все-таки кажется, что это не дело Лишать НБА от твиттер войн Это все равно, что лишить игру мяча Отнимем у афроамериканцев Маскетбол, рэп, фастфуд Что же тогда будет? Напоследок футбол и снова инстаграм Именно таким образом полузащитник Рубина Магомед Аздоев Решил сообщить своим фанатам о том, что он переходит в аренду в грозненский терек Нормальная практика и все бы ничего Если бы за три часа до этого в беседе журналиста Магомед не сказал Я ничего не знаю о тереке, а сейчас иду на тренировку Рубина Видимо, на занятии Аздоев летает на самолете Который в этот раз вместо малой я отправил его в аэропорт Грозного А какой был футболист, и ведь даже в Марсель мог перейти Сидел бы сейчас и кушал круассаны, а не халяльный шашлык А у меня на этом на сегодня все Не забывайте про наши социальные сети Вступайте в группу ВКонтакте И подписывайтесь на инстаграм недели спорта Ну и на мой заодно С вами был Артур, до скорого Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась неделя спорта Что будет дальше, посмотрим Меня зовут Рома Блинсков Это была программа Неделя спорта Еще увидимся, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok